Идея, в общем, в целом примерно следующая. Нас, в общем, по большей части интересуют мнения специалистов, профессионалов в своей области, каждой в своей области, о том, что они могут, что они умеют, и это в свете таких философских идей, скажем так. Ну, задавать вопросы, стараться как можно понятнее или как можно непонятнее, ну, как пообщаться, да. А вы попробуйте объяснить исключительно так, как вы понимаете. Не надо пытаться как-то, вот пытаться вспомнить из теории, а что же там было в этой теории. Не надо. Нет. Как вы понимаете. Как ваш взгляд сложился, что вы знаете, что вы умеете. Нас интересует это, потому что мы прекрасно понимаем, что любая деятельность, любая, какая-то успешная деятельность в том числе, да, она завязана на определенного человека, на его способности, на его знания, на его умения. Вот. А что позволяет людям, ну, разным людям, какие умения, какие знания, какие, да, навыки, добиваться каких-то успехов, добиваться каких-то результатов. Нам это интересно. Вот. В связи с этим мы будем задавать немножко небольшие такие вопросы, которые, ну, может быть, помогут нам понять, например, да, что-то. Вот. Скажем, вы. Давайте начнем с наиболее таких общих вопросов, потом будем переходить к основным частным таким вариантам, которые нас интересуют. Начнем, наверное, мы с вопросов об окружающем мире. Скажем, каждый из нас для себя понимает окружающий мир следующим образом. Либо так, либо так. Значит, в варианте в одном, либо вот этот окружающий мир, какие-то явления, события, разнообразные объекты, которые существуют, они существуют независимо от нас. Мы на них ориентируемся, мы на них реагируем, да. Может быть так. А может быть, в варианте втором, окружающий мир – это наше представление, это то, что мы конструируем, мы создаем вокруг себя, да. Мы живем в том мире, который для себя создаем. Вот как вы считаете для себя, как для вас это сложилось? Ну, для меня, наверное, все-таки больше второй вариант, когда мы сами принимаем участие в создании окружающего мира. То есть я могу сказать, что, ну, с элементарной вещей. Если бы я, например, с детства там не учился бы на отличной оценке, наверняка я вряд ли поступил бы в университет там, да, стал бы преподавателем. То есть это только мое стремление изначально, которое я сам создавал. То есть если бы я, так скажем, ну, по инерции все делал там, да, не стремился бы каким-то таким показателем становиться, ну, становился бы... Хотел, я изначально помню, что у меня были свои амбиции там, да, и в спортивном плане, там, и в плане учебы я всегда достигал. Я помню, что я в классе часто занимал, так скажем, лидирующее положение по многим направлениям. Мне это помогло, и когда я стал студентом, тоже дальнейшее обучение, но закончить с красным дипломом и дальнейшее, как бы, поступление в саппарантуру, все пошло отсюда. То есть я, как бы, сам влиял на все это. То есть если бы я, конечно, не стремился к этим целям, соответственно, вряд ли я думал, что это получило диплом. И это сильно помогло, влияло. В этом случае тогда у меня следующий вопрос есть. Если это так, да, у вас получается, что ваш окружающий мир вы сами для себя создаете, в этом случае получается у нас, вы сами для себя определяете, что правильно. Вы сами для себя определяете, к чему стремиться, да, а как, откуда? Сам определяю, откуда. Ну, да, что правильно, как понять? Что правильно, что неправильно? Как понять, как выяснить? Да, очень интересный вопрос. Ну, как я понимаю, да, что правильно, что неправильно. Но тут же много всяких, может быть, да, это и правовое поле какое-то там, да, соответственно, да, что правильно, что неправильно. То есть мы живем, не нарушая вот этих основных законов там, да. Ну, не всегда, конечно, получается, как хотелось бы. А вот если вы сами создаете мир, да, вот сами для себя его конструируете, нам же необходимо понять, то есть как получится, так получится делать, что ли? Или все-таки есть некое представление о том, что вот так нужно? А как это понять? А как понять? Ну, я, конечно, себя делаю действия определенные, да, не всегда получается, как хотелось бы. Да, я, как кажется, как сказать правильно, чтобы, ну, в моем понимании есть такая определенная высшая сила, которая там, да, то есть я, исходя из того, что меня с детства водили в церковь, там есть у меня определенное, как бы в этом отношение, так скажем, стоит там, да, то, что вот у меня... То есть есть некие идеалы. Да, есть некие идеалы, которые с детства как бы пошли, и есть такая хорошая поговорка, да, на Бога надеясь, а сам не плашает там, да. Да, я понимаю, что я максимально сделаю, но если, значит, так получилось, значит, это вот так надо было мне пройти, через определенные, так скажем, вот эти, может быть, испытания, вещи, которые, может быть, я не хотел проходить, да. Понятно, что вот как-то в таком, получается, сеть у меня получает. А вам не кажется, что, например, в таком варианте у вас есть некое противоречие, да? С одной стороны, вроде бы, вы говорите, что нужно самим делать мир, самим его создавать, да, а с другой стороны, вы говорите, что есть некая высшая сила, к чему нужно стремиться, а как это? Не стремиться к высшей силе, я понимаю, что вот все, что выше сил, в моем понимании, это не только, как мы говорим, да, всевышенные силы, там, да, которые находятся там где-то, но это люди, окружающие меня, то есть, в моем понимании, в высшей силе, вот все, что вот происходит, действия, там, люди, которые окружают, это работа, то есть, в моем понимании, это намного шире, то есть, не только конкретно какой-то Бог, да, который... То есть, вот этот идеал вы тоже для себя сами создаете? Да. То есть, получается, есть некие идеалы, некие идеи, которые вы сами для себя придумываете, а потом им пытаетесь следовать, и чтобы им следовать, вам приходится создавать некие отношения с окружающим миром, сам окружающий мир понимать, как он устроен. В какой-то степени да. Если так продолжить дальше, кроме мира, если мы говорим об общих вопросах, должен быть и человек, который с этим миром взаимодействует, а вот что из себя должен представлять сам человек, в вашем, опять же, варианте, в вашем взгляде, который сможет взаимодействовать с таким миром, как вы понимаете, что должен представлять собой человек? Что он такое? Что человека делает человеком? Очень хороший вопрос, что делает человека человеком, и вот, наверное, также можно ответить человеческое отношение к окружающим его людям. Ну, что значит человеком? У нас, к сожалению, вот эти, так скажем, отношения, да, в обществе, там, в межличностных отношениях, немножко они в наше время, вот я не знаю, в мое время не могу иногда современное поколение там, да, на каком-то уровне поговорить, пообщаться с ними не получается, потому что, может быть, идеалы ценностей немножко у нас другие, да. И я всегда помню, что мне прививали, ну, и с детства там, и родители, и потом в школе, я помню, у нас такая система образования была. что, куда бы ты ни ходил, что бы ты ни делал, всегда надо оставаться человеком, то есть не надо, вот, я не знаю, там… Как понимать, что… Как понимать, да. То есть это… тут можно сказать… И что же… В чем смысл этого достоинства? Да, я понял, понял, да. Да, то есть это, конечно, положительное качество, да, то есть это доброта, то есть это помощь, да, помогать надо, ну, может быть, там, почитание своих родителей, там, ну, все, что касается именно и в религиозном правлании, да, и в плане того, что вот воспитание, которое дается со школы, то есть как-то меня… То есть, я так понимаю, когда вы говорите о человеке, у вас человек – это то, что ориентировано вовне тоже, да, то есть то, что не внутри себя, да, существует, а вовне, я так понимаю, да. То есть доброта, взаимодействие с другими, уважение к старшим, такого. Да, да. А внутренне, если мы говорим, да, внутренне, да, про человека, то, конечно, тут у меня тоже вот так, скажем, в течение времени как-то все менялось, да. Да, вот нормально это, естественно. Да, вот почему-то, я не знаю, вот у меня, когда в более молодом возрасте, студенческом возрасте, это были немножко одни там, да, скажем, ценности, то есть сейчас, когда я уже стал более взрослым, так скажем, да, уже сам стал родителями, я стал родителями не просто, а многодетно, у меня уже много детей, как бы я сам участвовал в формировании личности каждого своего ребенка. У меня, конечно, немножко мировоззрение начинает меняться, да, я понимаю те вещи, которые мне говорили в свое время. Это сильно меняет. Да, сильно меняет, очень сильно повлияло. И родители, которые мне когда-то говорили, я их не понимал. Но теперь я вот понимаю то, что они имели в виду в свое время там, да, и, конечно, то, что я говорю более взрослые там, возможно, даже родственников там не обязательно, и вот это мне тоже, конечно. И если посмотреть изнутри, ну, как сказать тут, то есть, что такой человек, я правильно понимаю, да? Да, вот что главное, да, то есть, с одной стороны, когда часть, вы говорите, это связано со взаимоотношением с окружающим, да, то есть, человека формирует то, как он взаимодействует с окружающими, как он к ним относится и так далее. Да, действительно так, важно. Есть еще что-нибудь, еще что-то важное? Или этого достаточно? Нет, этого недостаточно. Я как бы не задумался, конечно, на прямо как бы правильно выразить, чтобы меня поняли. То есть, может быть, там, какие-то, сам себе смысл придумываешь, да, может быть, там, какая-то идея, связанная с разумом, разумностью, да, может быть, какая-нибудь там, душа, что-то такое. С каким словом может быть связано? С душой, наверное, да, потому что духовное состояние тоже очень сильно влияет, моя, как бы, духовная сфера в целом, еще раз говорю, тоже вот с течением времени и когда видишь, как уже формируются личности именно твои, ну, как твои дети подрастают, и твоя духовная сфера, конечно, тоже меняется. То есть, ты ощущаешь совсем по-другому окружающий мир в плане того, что даже сейчас у меня есть маленькая девочка, которая маленькая, да, всего лишь два года будет в январе, и я уже, как бы, себя не узнаю. Я не думал, что вот год назад, что я могу, как бы, вот, настолько, там, как, скажем, получить те ощущения, там, да, которые, вот, я не знаю, прямо, не знаю, прямо, так, скажем, в плане того, что происходит на моих глазах, это сильно влияет на всю мою... То есть, если я правильно понял, можно это объяснить примерно следующим образом, что, ну, есть часть, связанная соотношением к окружающему миру, да, а вот то, что внутреннее, это, собственно, переживание, ощущение вот того, кто есть, как ты живешь, что ты себя представляешь, да? Да, да, да. Да, есть такая идея, и даже есть такая классовская теория, экзистенциализм называется. Да, да. Хорошо. Еще из этого следует, как я понял, интересное следствие. Следует следствие. Для вас вообще главное и с окружающим миром, и со взаимоотношением с людьми, это то, что называется создавать. Да. То есть, созидание, да? Да. У вас очень много связанного, как будто бы, с таким созиданием, с созданием. Есть такой момент, да, я скажу, что очень нравится созидать, да, как бы там в плане того, что не только там материальное, да, оно и духовное. Как я уже сказал, что будучи более активным, молодым, попав уже как бы непосредственно в преподавательскую вот среду, среди преподавателей, так получилось, что я начал создавать. Я понимал, что для того, чтобы наш коллектив был более сплоченным, сильным, я начал создавать, так скажем, определенные, так скажем, мероприятия, да, а потом в плане не только спортивных там, да, но и просто после каких-то определенных небольшие праздники начали устраивать для того, чтобы сплотить этот коллектив. И это, в принципе, очень даже многие мои коллеги знают, да, они говорят, что до свое время там, молодец, что у нас как-то, вот сейчас мы как бы дружим там, да, и это все очень мне, так скажем, радует меня, да, то, что я вижу, что исходя из того, что когда-то мои начинания помогли нашему коллективу быть более сплоченным. И касается моей работы, когда я живу со студентами, да, мне тоже, я не думал, что на сегодняшний день мои знания, там, мои, так скажем, возможности потребуются некоторыми, и у меня очень проходит много занятий, ну, это репетиторские занятия с одаренным молодежью, да, в плане там подготовки к Олимпиадам по экономике, бывает иногда по обществу знанию, конечно, да, мы пересекались там, вот сегодня, кстати, будет целый мне, там, 4 часа занятия, завтра будет тоже 4 часа занятий, все выходные практически заняты, ну, то есть это тоже, это не для того, чтобы где-то материально обогатиться мне, а когда я даю знания, я сам от этого, ну-ка скажу, получаю что-то, то есть обратно, вот это эффект, он работает, то есть отдавай, я получаю, создавая, создавая, я что-то обратно получаю взамен, мне это как бы очень нравится и помогает. Да, у вас получается очень такое цельное понимание мира и человека, такой непротиворечивый, я пока не могу понимать, а в чем противоречие складывается, пока очень хорошо, интересно. А вот смотрите, если это все так получается, вот если мы говорим о создании всего, да, конструировании, да, созидательном таком подходе, вот у нас есть общество, да, допустим, вот мы говорим про общество, вы уже начали говорить, в принципе, наверное, да, работа с детьми даренными, впрочем, наверное, это часть ответа будет, да, но вопрос примерно следующий. Каждый из нас участвует как-то в созидании общества, в котором мы живем. Да. Да. С вашей позиции получается что-то необходимое, делать это важный элемент жизни каждого человека, получается так? Ну, в моем понимании, наверное, да, лучше созидать, чем ничего. Ну, мне кажется, даже если он является, если он даже это не понимает, мне кажется, он все равно является частичкой вот этого общества, там, да, вот этого всего мира окружающего нас, он так или иначе, он принимает в этом участие. Хочет он этого, не хочет, он влияет на определенные, так скажем, ситуации, которые складываются вот у нас ежедневно. То есть тот же самый студент, который мне пришел на занятия, да, я его уже отметил, я понимаю, что и так далее. То есть он уже как-то повлиял на, получается, ситуацию сегодняшнюю, то, что я буду как-то дальше реагировать на это действие, там, да, или бездействие его. Угу. То есть ваша преподавательская работа влияет на это, да, или ваша преподавательская работа – это следствие такого подхода? Моя влияет, наверное, не следствие. То есть преподавательская работа вам помогает быть таким? Таким каким? А вот созидающим? Созидающим, конечно, да. Я думаю, может быть, наоборот, да, то есть это следствие такой профдеформации, профессиональной деформации. Преподавательская работа, может быть, так было бы. Я хотел узнать, но вы говорите, что у вас получается, что… Ну, тут довольно цельная картинка получается. Да, да, наверное, все-таки нет, которые все-таки, как я объясняю, да, мне… Мне иногда кажется, я сам преподаватель, преподаваю, наверное, достаточно давно, и кажется, что, наверное, должна быть какая-то профессиональная деформация, да, как-то мы по-другому, наверное, смотрим на мир. Возможно, да, и, возможно, вот эта часть связана с попыткой создавать, попыткой как-то влиять на окружающее, может быть, следствием этого. Мне казалось никогда такое. Ну, я, честно говоря, так сильно, конечно, не задумывался, да, если так прямо задумываться, мне кажется, можно вообще к разному заключению приходить, и так как я еще раз говорю, что если вот задумываться, тут бывает и то, и другое, наверное, да, и, конечно, тут надо, что больше перевешивает, первое или второе, и в каждом случае он как бы индивидуальный, я не знаю даже, прямо сейчас не могу на этот вопрос прямо ответить. А давайте вот про части общества. Вот есть у нас в области вашей специализации, связанная, допустим, с экономикой. Да. То, что вас интересует. А вот представим себе ситуацию следующую. В какой-нибудь там условной древней Греции, какой-нибудь там нормальный древний грек, свободный, да, достаточно, ни раб, ни прочее, все остальное. Свободный древний грек, вот, человек, который обладает некоторым имуществом, что-то делает, и так далее, и так далее. Зачем ему нужна была экономика? В общем-то, он экономикой этой слегка отяготился, потому что она его привязывала к земле, к обществу, к хозяйству, и все остальное. Это его не делало свободным особо, да. Это то, что ему немножко мешало, может быть, да, в каком-то смысле так можно представить. Хотя, естественно, они считали, что это важная часть жизни человека. И он стремился от этого как-то отгородиться по большей части. А вот, если сегодняшний взгляд на те же экономические отношения, вот, человек, да, вот, как вы это видите, это важно, это нужно или это мешает человеку, вот, как древнему греку? А, как древнему греку? Да. Ну, вообще экономика, конечно, очень важна, я тут могу сразу сказать, и это само определение, это древнегреческое, да, ксенофонд его дает, это ойкосномос, дословный перевод закон домашнего хозяйства. Я могу сказать, что это актуально по сегодня, да, экономика, начиная мы с себя. То есть, это может быть экономика индивида, это может быть экономика семьи, или мы ее называем по-другому экономику домохозяйства. Хотим мы этого или нет, но в наше время, конечно, без этих, скажем, знаний там, да, элементарно хотя бы в этой области мы не можем… Да. Ну, то, что мы не можем, это не означает, что это нам полезно и нужно, да? Да. Или как? Нет, сейчас же уже на всех уровнях говорят, что надо очень качественно преподавать финансовую грамотность. Я в школах тоже забываю, и они говорят, что нам не хватает хороших грамотных специалистов, которые могли бы рассказать про экономическую грамотность, финансовую грамотность. Я в плане… Я сейчас понимаю, я к чему веду. И мне кажется, что современный человек, он, как бы, в любом случае, вот эти базовые понятия, базовые знания должен понимать. Ну, время такое сейчас, к сожалению. Зачем? Ну, потому что это может повлиять на его дальнейшие, как бы, понятно, что можно, конечно, без материальных там ценностей, да, чисто духовными потребностями жить, но, мне кажется, без материальных составляющих духовных потребностей. То есть, современные человеки от гривни греков не сильно отличаются, да? То есть, если ты в экономике не разбираешься, она тебя поглотит и, как бы, нормально жить не даст? Ну, наверное, да. А чтобы как-то быть свободным от нее, нужно знать ее, да? Или как? Свободный, наверное… Ну, что понимает… Что такое свобода от экономики? То есть, мы не можем… Вот в вашем примере, который вы приводили с финансовой грамотностью. Если ты в этом во всем не очень разбираешься и делаешь там кучу неприятных ошибок, да, эта ситуация складывается каким образом? Тебя эта экономика поглощает, ты не можешь быть от нее свободен, тебя она съедает, как бы, условно скажем. А если ты в этом разбираешься, ты можешь быть независимым от этой ситуации. Вот я об этом говорю, да? Да. То есть, или так нельзя рассматривать сейчас? Ну, сейчас, наверное, так нельзя рассматривать, потому что все-таки у древнего грека, наверное, как мы там не говорили, да, у него, возможно, там была элементарно какая-то простая деятельность там, да. Ну, возможно, он занимался там растениеводством каким-то, да, выращивал какую-то культуру, или, может, животноводство какое-то было. То есть, это не было каких-то там, как у наше время, да, очень много видов определенных деятельностей, и когда явления, процессы, они окружают нас ежедневно. То есть, я, например, еду на работу из пункта А в пункт Б, например, там, да, хочешь, не хочешь, мне надо приехать на оказать, то есть, мне оказывают транспортную услугу, там, да, я оплачиваю. То есть, это уже какое-то явление произошло, то есть, все-таки в древнюю греться, там, да, не было, наверное, таких, скажем, явлений многочисленных, которые в настоящее время, да, и, конечно, было попроще понимание экономики. Сложная, да? Да, сейчас в настоящее время, конечно, сложнее будет, и если мы говорим про современного человека, то есть, тут, мне кажется, свободу именно от этого всего, ну, тяжело. То есть, знание об экономике, эти свободно от каких-то экономических ситуаций не сделают? Нет, не сделают. То есть, жить проще не сделают. Здесь, кстати, стоит заметить, наверное, то, что еще есть такое понятие, как эскапизм, то есть, получается, вот мы сейчас пока разговариваем, мы рассматриваем, по сути, два варианта. Первое, если экономика нас влияет, то есть, либо мы разбираемся в экономике, если мы не разбираемся, она влияет на нас. Но есть эскапизм, как вот Геннад Торо писал Волдун, «Жизнь в лесу». Вот, там просто человек взял и ушел на два года в лес. Там жил. На него ни экономика не влияла, ни он не влиял на экономику. Ну да. Здесь, по сути, есть еще такой третий вариант. Может быть, его тоже можно рассматривать или нельзя? Почему? Можно, конечно, все же мы, как бы, индивидуи, у нас разные потребности. Да, данный пример, который был приведен, по поводу человека, который ушел в лес, да. Иногда я тоже думаю, может, мне просто уехать и где-нибудь жить там. У меня есть замечательное место. Да. Ну, я понимаю, что это моя потребность на сегодняшний вот момент. Я понимаю, что на долго меня не хватит, я думаю, вряд ли два года. Я два дня, может, поживу, там на третий день, я думаю, захочу обратно. Потому что мои потребности, они безграничны, они постоянно растут, они изменяются. На мои потребности влияет ситуация, которая вокруг меня. Да, да, вот она, пожалуйста, вот телефон, вот социальные сети. Если там зашел, что-то увидел, мои потребности моментально могут поменяться. Я там, да, думаю, сейчас почитал, интересно, да, хорошо, два года он пожил. Может, я тоже смогу? Да не смогу я два года. Я потому что слишком современный. Я уже, скажем так, влияние вот этого мира на меня, оно, так скажем, очень существенное. Ну, из ваших предыдущих рассуждений это логично получается, да? То есть, вы не можете жить отдельно от того, что сами создаете. от экономики жить нельзя? Отдельно от экономики жить нельзя, это точно. То есть, невозможно. Ну, в моем понимании, что нет. Я не знаю, наверняка, да, есть и кто-то скажет мне, что можно там, да, но я не знаю, в моем понимании нет. Невозможно. Да. Ну, то есть, в вашем понимании, получается, мир, ну и как экономика, вообще-то это то, что мы сами создаем с этим. Да, да. И от этого освободиться не получится. Для большинства нет. Для большинства нет. Какой ужасный мир! Да, да, да. Ну, а если, то есть, я так понимаю, наше объяснение вот эти по экономике можно получать и перевести на все остальные бусы. Про политику то же самое. Вот для древнего грека свобода – это вот как бы независимость вот этих вот хлопот хозяйственных. Это свобода. Когда он там от них не зависит, он о них не думает, он пошел на агору и принимает участие в важных решениях политических. Да, вот это для него свобода. Сейчас так не получится, я понимаю, да, по вашему? В политическом плане, ну, почему? Сейчас, конечно, хотим мы этого или нет, но у нас часто проходит, да, то есть, ну, это разные выборы, так скажем, да, и в течение года, и вообще есть региональные, местные, там местного уровня бывает, федеральный, конечно, само собой, президентом выбираем. Ну, тут тоже безучастными не остаемся, конечно. Я, честно, вот в моем понимании, что в этом надо принимать участие. То есть, необходимо. Необходимость, да, необходимо, да, потому что, если не будем принимать участие, соответственно, общество, я не думаю, что не будет таким идеальным, каким мы хотим его, наверное, сделать. А это получается как? То есть, если не ты принимаешь участие, кто-то другой принимает участие, не ты создаешь, кто-нибудь другой создаст. Ну, не кто-то другой, возможно, какие-то, да, будут интересы других, да, ну, не знаю, как сказать, чтобы, если с точки зрения философии, да, если правильно истолковать все это, да, возможно, какие-то лоббистские интересы там будут, да, и если мы, как сейчас многие говорят, зачем ходить на выборы, там без меня все принимают решения. Я не понимаю таких людей. Если, конечно, каждый так будет говорить, соответственно, их уже немало и, конечно, так и будет все время, да. То есть, если они сами на выборы не ходят, а потом еще жалуются на эти результаты, то что там и так далее. Так ты сам не принимал участия хотя бы. Я понимаю, они предполагают, что мир существует, политика существует независимо от них. Да, да. Это не они ее создают. Да, 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 есть, да. Хорошо. А вот смотрите, если все так, да, если все существующее, мир, как мы его относимся, это то, что мы создаем, мы конструируем, мы к нему относимся, то как, возможно, свобода? А что это такое тогда? Как это быть независимым, свободным? Это как? Ну, понять свободу ведь очень многогранное тут сходя из чего. Для вас, для вас. Как это быть свободным? Ну, свобода то, что… Нельзя быть свободным от экономики, вы говорите. Да, да. А что такое свобода тогда? Есть она вообще или нет? Свобода от политики или вообще сейчас в целом? Вообще в целом, да? В целом. Да. Ну, как сказать, свобода. Свобода, возможно, может быть в ограничениях. То есть, чем больше на тебя навязывают, тем больше ты свободен. Потому что тебе определяет путь, по которому можно пройти. Может быть, в этом свободно? Ну, это же ты создаешь. Мир создаешь ты. Если мир без рамок, то это абсолютно не свободно ли? То есть, это вообще свобода ли, если нет даже выбора? То есть, должен выбор быть между тем, куда пойти? Нет. Смотрите. У нас как получается? Вот, вы говорили, что экономика – это очень сложный мир. Да. Огромное количество разнообразных взаимоотношений, в которых участвуют. Эти взаимоотношения – это мир, то, что мы создали, да, Витя? Да, да. Мы сами это все создаем. Если это мы создаем, мы от этого свободно быть не можем, да? А тогда что понимать под свободой? Тогда не от свободы, да? Ну, если, конечно, в целом брать, наверное, да. То есть… Зачем вам нужна свобода? Ну, свободу, мне кажется, любой стремится. Потому что, если я, как бы, могу делать то, что хочу, то, что не запрещено, конечно, в первую очередь, нормативными актами, законами и так далее, то это было бы очень, да. Но свобода, в принципе, меня, конечно, сейчас я могу сказать, что на сегодняшний день… Это все бы важные темы. Да, да, да. Ну, я так сильно не задумывался по поводу именно вот этого определения. Ну, я понимаю, что, когда мы говорим в плане экономической свободы и так далее, да, я уже, как бы, в своей позиции по поводу политической свободы. Ну, хотя бы даже в экономической области. То есть, мы можем быть свободны, да? А как? Что это такое, быть свободным? Ну… От чего-нибудь? От чего-нибудь. Ну, если мы говорим про то, что, ну, явно по поводу на свободы, например, перемещений по территории нашего государства, например, да, как бы, почему нет? Если я имею возможность, как бы меня это… Я очень люблю свою страну, она огромная, она в плане того, что очень много, скажем, профессионально там, да, красиво, и когда я, будучи уже выезжал от нескольких регионов, мне, как бы, есть такая цель, да. В этом плане меня устраивает то, что я могу свободно перемещаться по своему государству. В экономическом плане я уже показал, да, то, что не получается. В политическом – свобода. Ну, не знаю, если вот кто-то наверняка не участвует в этих, скажем, выборных там и так далее, он, наверное, как-то свободен считать себя свободным, да, от всего этого, грубо… Все как-то, наверное, пытаемся об этом рассуждать. Да, 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 да. Ну, я не могу, вот, как бы, сказать, что я полностью там, да, от этого освобожден, потому что, ну, в силу своей занятости, наверное, там, да, как я тоже занимаю, иногда приходит административный ресурс, и, ну, мы понимаем, что без этого никак, надо принимать, надо показать явку там, потому что на это выделяются огромные деньги, и с экономической точки зрения я понимаю их, да, потому что выборы могут, ну, считаться там, не знаю, ну, либо, значит, они будут состоявшимися там, потому что, конечно, есть у нас определенный процент, но деньги, ресурсы огромные выделяются, а если люди не будут ходить, то, конечно, это, ну, не совсем… То есть зря потрачены? Да, зря потрачены, то есть экономические, как бы, в плане же, это огромные финансовые ресурсы идут на эти мероприятия, а если они не будут ходить, соответственно, они, как бы, не будут… В разговоре о свободе, наверное, здесь важно заметить то, что, вот, какие ограничения, вот, в экономическом плане идут, окей, такие ограничения, в политическом такие-то, там, по свободе передвижениями, например, такие-то, там, условно, сейчас ковид, там, нельзя куда-то приучаться. Вот, у нас существуют определенные рамки, и вот образуется такое поле, как раз вот то, что можно делать. Я думаю, здесь как раз человек, свобода человека заключается в том, что он может выбрать, что в этом поле как раз сделать. То есть, из всех ограничений он может уже думать, так, это мне можно, это можно, нужно теперь мне это делать. Да, совершенно согласен, да, вот в рамках вот этого, то, что рамки какие-то создаются государством там, да, ну, и все, что могу я в этом, не выходя за эти границы, осуществлять, как бы, я считаю, вот это для меня свободой. А мы эти рамки не сами для себя создаем? Ну, не всегда. Смотря кто мы, да. Смотря кто мы, да. Смотря кто мы, да. Вот вы, например, создаёте Селемир, да, а вы не сами создаёте Селемир? Ну, не всегда, почему нет. Я же сказал, что свобода перемещения, я, может быть, хотел бы там ездить в Америку, но я же не могу там, это же, как бы, понимаете, ограничение, которое создаёт другое государство там для меня, например. Хотя у меня там есть, ну, у меня сестрёнка там, например, проживает родная, почему я не могу съездить, я должен ждать, когда мне там одобрят визу там и так далее, а сейчас взаимоотношения не очень хорошие. Понимаете, я хотел бы, моя свобода ограничена в данном случае, нормативными актами там, да, то есть, то, что такие отношения, вот пример я могу сказать. А вот, допустим, та же мораль, это не будут ограничения? Мораль, ну, почему? Будет, конечно, почему нет, мораль. Если мы сами эти рамки создаём, я согласен, да, о по поводу чего. Ну, да, тут тоже я могу, да, сам создавать эти рамки. А мораль важна, нужна? Нужна, да, конечно. А вы какой идеей морали, вот что это, зачем это, как это, что правильно вообще, что благо, что есть добро? А, что есть добро? Что это такое? Ну, тут ты можешь сейчас долго разговаривать по поводу этого, да, добро. Ну, я же сказал, что… Какое добро? Оно есть? Существует? Добро существует, да. Добро… Это то, что мы создаём? Это… Да, в первую очередь, наверное, то, что мы сами создаём. То, что мы сами создаём. Да, да. Тогда, что нужно делать, чтобы это было добром, что-то? Что нужно сделать, чтобы это было добром? Да. Делать? Так, что можно… Вот как Артёму сделать добро? Ну, в данном случае, я думаю, что я уже… Здесь уже сделал добро, мне написали, я не отказался, хотя у меня сегодня было много… Безусловно. Безусловно, да, у меня тоже высокая занятость, я мог провести время и с детьми, там, и, возможно, там у меня были другие планы, но когда мне… Я сказал, спросил, мне сказали, Артём, я говорю, почему нет? Артём хороший парень. Мы что-то создаём, да. Да, мы что-то создаём. Это созидание того, что вот наверняка будет полезным для, я не знаю, тех, кто будет смотреть там, я знаю, в будущем, возможно, я буду полезен. И я же пришёл не просто, чтобы там просто порассуждать, а для того, чтобы принести какую-то пользу и, возможно, вот эту пользу, это будет добро. То, что добро, то, что хорошо, мы можем определить как последствия, получается, да? Да, да. Как последствия, наверное. То есть, изначально, допустим, вы что-то делаете, изначально это непонятно добро или нет, то это по последствии будет понятно, да? Ну, почему нет? Изначально, я предполагаю, что это будет добро. Я же не, ну, как бы… Вы предполагаете последствия какого-то? Да, да, предполагаю, что… Или всё-таки от последствий ничего не зависит? Ну, последствия тоже могут быть разные. Возможно, я… Я считаю, что это… Это я приношу пользу, там, добро. Возможно, человеку от этого не очень-то… То есть, это мое рассуждение. С моей, как бы, колокольни, там, рассуждая по-своему, я говорю, что вот, возможно, я ему хотел там помочь. Думаю, что я сейчас помогаю. В итоге я могу ему и навредить. Это тоже зависит от ситуации. В основном, конечно, да, это… От мотивов человека не зависит? От мотивов человека зависит, как не зависит мотив. Если я изначально хочу… Если… ну, как бы, чтобы было понятно, да, у нас мы… Что такое хорошо, что такое добро, можем сказать либо по последствиям, например, да, либо по мотивам, вот изначальному положению, изначальному желанию, да, что-то сделать. Соответственно, да, я хотел сделать хорошо, но не получилось, да, но я все равно добрый человек, хороший человек, но не получилось, да. Можем считать так. А может быть, я что-то сделал, да, но не получилось, значит, я плохой человек, если не получилось. Вот как считать? Как правильно? Все-таки, наверное, по последствиям, так, да? По последствиям? Да, да. Что? То есть, если у тебя не получилось, то ты плохой? Если у тебя не получилось, ну, ты с добрыми, хорошими, намерения шел но у тебя не получилось ну что ж теперь то есть мои на деле изначально сделать хорошее добро тому человеку но исходя из того что говорю возможно ли него это он воспринимает это немножко по-другому то есть мало ли что тогда возможно я хотел ему там помочь возможно ему там ну какая какому-то студенту а он это не надо было делать то есть но под соответственно как был я ему возможно и навредил но я отошел с хорошими с добрыми намерения тогда но итог получился не совсем то есть все-таки ситуация в одной и той же ситуации разные действия да ну в основном конечно не но это не всегда так бывает в основном это будет хорошо но это крайне редко случай когда например последствия негативная там да то есть как бы результат был не другой не то что я ожидал то есть есть вещи которые могут случиться как-то иначе чем да да конечно конечно это же невозможно если так да вот ваших профессиональных способностях профессиональных умениях каких-то да что он позволяет избегать таких ситуаций у вас есть какое-то суперумение суперспособность ну чтобы умеет способность для себя что вы реально хорошо умеете делать ну есть наверное определенные я уже говорил об этом то что у меня есть хорошие организаторские способности там да это опыт большой то что я буду поспать на работе больше десяти лет и мне это очень помогло я видел я работал очень плотно с молодежью тем более с активной молодежью или не только я им помогал они мне помогают то есть в ходе того что это было конечно конечно да то есть они учили меня современным технологиям там как чтобы организовать то есть я с ними совместно работая получил тоже для себя большой опыт и мои суперспособности это наверное все таки какой ну задать такой вопрос это наверное какие-то организационные такие моменты до организаторские способности в плане того что и они мне то что помогли они продолжают мне как бы так скажем но есть определенное доверие со стороны руководства там да и в плане того что я уже говорил что я работаю активно с творческой молодежью и чувствую себя вечно молодым организовывать это как организовать это как решать задачи цели которые поставлены не знаю там то есть поставлена цель поставлена задача то есть необходимо сформулировать некие цели которые нужно будет который надо будет реализовать до реализации на словах про нет но это как надо что делать как это вообще я например если так вот просто отдаленно подумать не могу себе представить да как-то организатор что делать вообще ну это исходя из задачи цели которые стоят там например я не знаю знаю провести там лыжня россии там да вот тебе задачу дает такую да я понимаю что я сам с факультет например нам собрать тысячу человек задача такая мы же нас этот структуру факультетов здесь соответственно за каждый участок по своим факультет можно собрать не всем же интересно будет участвовать в других не само собой само собой да уже не россии не все хотят на лошадь кататься там бывает что у нас даже без желания африканцы я так скажем да выходит который лыжи первый раз и снег видит но как да правильно вот мотивация какая-то да соответственно это может быть можно по-разному подходить к решению данного вопроса можно конечно и добровольно можно добровольно и принудительно в зависимости от того как задать мотивирует участие так как мотивирует допустим я за последнее время научился лениться как мне выйти из этой ситуации зона комфорта ну вот я научился лениться не могу лениться оказывается я никогда не думал что я умею я научился последние два года как это делать вот теперь делать как-нибудь то есть как как мир решит данную проблему я правильно понимаю данном случае конечно я тут разно можно конечно подходить до лени само собой на как говорят нагибает у меня тоже бывает иногда такой но это после долгих-долгих таких рабочих дней нам прям охота да как сказали там не полежать и так далее но наверное это наверное хотите вы ли вообще-то я не знаю не лениться и зона комфорта выходить это надо оттуда понимать если вы не хотите соответственно вам там хорошо а зачем мне тогда вам зачем мне делать так чтобы вам не было хорошо то есть зачем из зоны комфорта если вам там хорошо значит находись если меня знает стоит задача вас оттуда вывести конечно я буду искать способы там да как все таки наверное вам довести до вас может быть информацию там что это не есть хорошо лениться там да потому что вы должны зарабатывать чтобы я не знаю активации мотивация какая-то там да для того чтобы как дали зависит от ситуации у вас очень цельная очень логичная такое непротиворечивое представление о мире обо всех элементах мира людях об обществе получается очень интересно удивительно потому что довольно нечасто так встречается что человек когда ура разных сторонах устройства мира людях профессиональных способностях рассказывают все это получилось бы непротиворечиво у вас все очень сильно получается очень фантастическая история как так как это получается честно говоря даже не знаю как так получается все еще раз говорю что вот последний раз это философия на втором курсе я помню я все выучил я все выучил и помню что у меня очень раз это был первый предмет когда мне поставили автоматом предмет я очень ли философии тогда и прямо читал и увлекался но я сейчас даже как бы сильно не задумывался да по поводу когда вот эти вопросы я вот что у меня как бы внутри да что вот как я думаю так я рассуждаю то есть как я как бы я вот моя модель поведения данной ситуации да в обществе как я делал бы наверное почему так получается без противоречий не знаю может сказать что у вас есть сложилась какая-то собственная философская позиция собственной философской идеи да 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 ну я потому что очень говорю много работаю с молодежью и если я там буду сегодня так завтра по-другому там модель поведение менять я думаю что у меня ничего не получилось бы то есть исходя из того что сейчас говорил мне вот все что мой жизненно опытная надо то что я сейчас за последние вот несколько лет там начал все-таки рассуждать тоже на это интересная тема и сегодня то что вы задавали на как-то вот сейчас выходит сама как бы даже не задумывался о том что я вот могу без противоречий я думаю все-таки у меня много противоречий я почему-то сам думаю что они будут возникать исходя из того что я сейчас прошел за последнее время там да был определен опыт тоже некоторых частях ну и мне помогает наверное определенная литература все-таки я занимаюсь психологией там да потому что это не нужно для формирования и воспитания личности своих детей то есть я как в этом без участия не могу оставаться и вот эти моменты они конечно тоже сказываются когда очень здорово там ну на мой взгляд у каждого сложившегося профессионала специалиста есть некий свой философский взгляд на мир и наверное совершенно логично мое восхищение тем что вас цельный очень взгляд на мир это очень круто очень здорово спасибо